Понятное дело, мне еще туда торопиться, если там истребитель. Байкер, на всякий случай, еще раз спрашиваю, хоть меня сбили, я могу сейчас взять истребитель, я был на разведчике. Да, ты можешь взять истребитель, но я так понял, хотя бы один штук у нас должен быть, штук летающий. Да, штука есть. Все, берешь истребитель тогда, и все втроем, по плану, раш по центру, как говорится, найти желтую цель, но это все на вашем состоянии. Я только под баллистку вижу, высотного не вижу вообще. Высотный ниже, тебя буквально на 500 метров, а слева от тебя на 11-10 часов. Он ниже тебя на 5-10 метров. Высотный сверху вижу, я трое, двое у вас и один спереди у вас. Внимание, на танк, на танк, на воздух противника. Ладно, оставайся на высоте, я сейчас упаду вниз, проатакую и пойду наверх. Бомбу там есть, если что, не забыли, выкиньте нафиг и это... Превосходство в воздухе. Он уже надо мной. Почти на атаку заходит. Он сейчас уже сам вас будет атаковать. Все, я бомбу сбросил. Мне сбрасывать бомбу? Да, сбрасывай бомбу. Он заход на тебя делает. На 180 уходи, уходи на 180. Подставляй его под меня. Так, он не стал атаковать. Да, да, я вижу, я пошел за ним. Делай левый плавный с набором. И за мной становись. Так, это я. Он пошел по спирали вниз. Я за ним иду. Хорошо, держите. Набери в сторонке. Я с ним гружусь, а ты набери в сторонке. Командир, ты слетел? Взлетел. Набираю. Сейчас пойду помогать нашим. Так, он становится за тобой, чтобы заатаковать. Уходи влево. Уходи влево. Теперь вправо со снижением. Право? Хорошо. Право, да, да, да. Через низ, круто низ. Теперь где, как-нибудь выровняйся, чтобы я могу его сбить. Принял. И подвешиваю его. Еще пока рано я не могу. Все нормально, я его еще. Ты-то видишь, но я-то не могу проатаковать его. Я еще не дошел до атаки. Я прыгнул. Принято я, но уходи в двухсот и пока жди. Так точно. Иду на филд. Я здесь один не буду с ним воевать. Здесь еще подошел один. Держись. Уходи от него. Вниз форсаж и тебя не догонит. Ушел вниз форсажа, а мы иду домой. Если видишь, что бросил, разворачивайся тихонечко с набором и высоту. Иду к реке. Подошел к реке я. Я тебя, кажется, вижу у тебя чисто. Он на домой выше, он разворот сделал танковый. На танковой по-прежнему летает Ил. Пока Ил игнорируем, надо истребительный заняться. Принято. Делаю правый плавный. С севера буду заходить. Постараюсь как можно больше вас там набрать. И бумзумер спокойно. Принято. У тебя преимущество движок и маневренность. То и другое у тебя лучше. Яна, рано подвешивать стал мне. Говорю, не надо пока. Нужно было выровняться и идти на скорости. Подвешивание он его догнал и сбил. Печально. Над танковой картой кто ходит? Ты уже подошел? Я довольно высоко. Высота почти 4 километра. 3,5. Вот видишь, где наш Ян Демид упал. Наш Ян Демид упал. Проходит сейчас вражеский самолет. Принято. Он терапевт с собой. Не, ниже, ниже меня. Вижу. Вниз, видишь, пошел он. Да, попал в него. Пошу обратно наверх. Так, он сейчас будет вверх оклевываться. Попробую его сбить. Нет, он делает вираж. Не смогу, не собью я его. Кто, я его протаковал, он нашел вверх. Принял. И тут у меня на вышке силе батарейки, блин. Обзора нет. Печально. Зараза, блядь. Как вы, губилос? Вижу два контакта, пока не могу определить, где ты, где он. Я ушел. Блин, так невозможно. Сейчас найдет дед Патрики. Он внизу, кто-то прет в сторону их дрома. Да, это ладно. У тебя какая высота катала? Еще один контакт на средней высоте, примерно, 2 километров. У него знает, прямая высота. Слева, снизу, по идее. Ну, хотя у меня Г-2, у меня, вероятно, другой, как бить. Я сейчас на высоте, кто у вас? Я сейчас на высоте 3,5 километра. Километры 4 куда есть? Ну, я 4 почти. Не батарейки меня, я не знаю, где нахожусь, что я делаю вообще. Плохо, давай, не я, побыстрее. Ну, все, один контакт пропал, и один остался, стоп-мутра. Так, я вижу, я ушел южнее танковой, ну, север, не танковой. За реку я ушел, разворачиваюсь, я сейчас обратно лечу. Я, кажется, тебя вижу. Я выше тебя, южнее. Угу. Я сейчас иду на юг. Да, точно тебя вижу. Я вижу, над рекой, с запада, контакт один. Ага, параллельно мне идет. Разворачиваюсь, посмотри, кто это. Только не знаю, куда он идет, от или к нам. Танковая или по танковой. Он ушел параллельно мне. Я сейчас на него подстраиваюсь. Я к этой карте иду. Штука, ты заходишь с такой стороны? Я вдоль горшарашку. Ага, вижу тебя, вижу тебя, все нормально, у тебя чисто иди. Вот. Я перед тобой сейчас буду проходить на твоей высоте. Я смотрю на тот контакт, который впереди. Атакую вражеский стебетик, кажется. А я прошел на танковой, впереди тебя на 12. А, не, эта штука, вижу штуку. Штука, за тебя я. Все, начинания отошли. Давайте нашу учить работать под наземки. Вот этот что такое летит? Возможно, что это... Я лево стою сейчас с набором. Ага, это точно, это ты. Штука, небо чисто, можешь работать. Что, за подвесом слетать или нет? Да, у тебя, кстати, как там, по топливу? И стремитель, сейчас вернем. Я тысячу брал, тысячу, говорю, Час брал, у меня все нормально. Ну, да, нормально. Ну, если ты не стрелял, то и не надо лучше. Лучше сейчас вот здесь повесим, штуку прикроем. Держитесь за мной. Вы видели, куда они отходили, в какую сторону уходили? Внимание на карту! Ну, скорее всего, на вот стоп полагает. Внимание на обозначенный эффект! Да. Над танковой карты наблюдаем юкиш, самолетового противника не наблюдаем. Принято. Значит, этот контакт, который над рекой шел, значит, это был противник. Да, вижу. Ихний филд нашел я. Филд находится у них северо-западней танковой карты. Примерный ориентир показываю вот здесь. Северо-восточный, наверное. Северо-восточный, да. Вот здесь вот показал, это Ихний филд. Туда сейчас идет один контакт возвращается. Уже на КПП он. Давай немного туда подтянемся, будем... Да, туда я иду, я туда и иду. Смотреть, кто там взлетает. Но явно пока придется подождать. Да, он конкретно идет на посадку. Внимание на карту! Да, вижу. У нас улучшится причем? Ну, не знаю, ничего, насчет этого не было сказано. Ну, давай не будем уж. Это уж слишком. Если взлетят, то, пожалуйста, атака. На филд, я не имел в виду на полосе. Я имел в виду, реально, при посадке или при взлете. Ну, если оторвались и уже летят, шасси, грубо говоря, убрали, то атакуют. Штукающие цели бомбить, возвращаясь в Сибири и так далее. Можешь даже пушки атаковать, чем хочешь. Я пока только ЗИСы нашел, не могу найти так. Вот ЗИСы тоже вполне себе цель. Я сочет в 200-м, я просто в карстной команде сидел в 200-м, извиняюсь. Ты мне не искал? Нет. Я понял, я в 200-м сижу. Только если будет больше 50% потерь, то к тогда подкрепление веду. Понял. Да, он успешно сел. Едите за мной. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Я за бомбой обратно. Принято. Что-то только я его одного вижу. О, нашел контакт. Ты здесь ходишь рядышем со мной? Да. На высоте? Да. Под облоком. Ага. И если видишь, меня качают крыльями. Да, да, я вижу. А у них потери были, два ела сбит из танка. В этом нормально, для красных. Внимание на карту! О, зенитный огонь. Отворачиваю. Кажется, мы бы успели взять еще по бомбочке. А у них там есть ЗИСы? Люди именно. Да. По идее, должны быть четыре штуки. Два ЗИСа, вроде. Точно я видел. Можешь пойти поштурмить их? Крусовой. Давай тогда лети, а я здесь останусь. Послежу. Можешь шить и пушки тоже попортить с курсового. Да, я сейчас все выплюнула за полечу это. Расстреляю, вернись, возьми бомбочку и так далее. Да, да, да. Поработать штурмовиком. За мной! Мавр Байкеру, пока я один слежу за Икфилд дома, всех остальных отправил на штурмовку. Байкер принял. Есть ли в воздухе противника? Никак нет, не наблюдаю в воздухе противника, все свои. Принято. Мы атакуем, а противники сразу доклад. Принято. Наши танки в атаку пошли. Имейте там в виду. Азиса, ты где видел? Какой-то склон там был или укол, или что это? По карте примерно, где дорога там, я не знаю. Нет, так я не объясню их долго и сказал. Два часа там было, но не смогу объяснить, где их там. Ясно. Там окопы такие, из них арта. С одной стороны дороги, по-моему, было. С другой стороны дороги, где-то там сиски стоят. Дорога шла, грубо говоря, с юга на север. Центральная дорога большая, правильно? Сейчас пытаюсь найти, где флаги заправки на дробе у нас. В какую сторону садиться? Честно, не могу тебе сказать. Покружи, поищи. К вышкам надо подъехать, и куда? Там написано просто в меню выйти, но куда-то надо подъехать, и куда именно. Вроде я бы как говорил про это, со взлетки уехать и все. Возможно, там и нет никаких скриптов. Внимание на обозначенный сектор! У них второй самолет появился. Они подкрепили, у них третий самолет появился. Вот этот mencionк veut шерик, вillery с 3 прот quieres. У них тащи был ему такая егностика, они не могу. Эта Suz Re жива кười-то сделал чаловчик, он извините. Ну и теж recht, наверное, потому что, как он подкрепил, если на дороге у learnt добы это, не слишком многое. Ниже наши парни пошли Продолжение следует... 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 я два с половиной а не каким курсом пошли не знаешь критича слетят разворачиваются видимо меня грязный делают круг возвращается к филду а за методом подъем ну да векает внимание видимо ближе и штурмовик тоже за мной внимание на карту почему никого не вижу я уже три с половиной ну не постепенно набирает высоту примерно полтора километра не часа а ты видишь я запошел да я атакую ты я атакуешь на боевом я атакую ага вижу то нашел я вас ну присоединяйся я за тобой будет устраиваться один минус они какие то 7 медленные да все все и вы что ли я сбил як 7 за тобой один быстрый пошел ну у меня такая скорость что вряд ли он мне что то сделать так никого якори попробуют или ила да у тебя есть подвесы наверно нету нет нет тогда лучше якоря пили собьем якоря и все а потом и лада грызьем когда нефиг делать переваливаясь да просто ил сейчас меня заметит и подскажет якорю ну я атаковал первого ведущего и никто ничего не подсказал ну вроде бы все его нет да все его нет принято атаковую ила ну тоже присоединяйся дублируй ил один всего а этот якорь какой то он на закрылках шел или бак какой то был все может быть все может быть может забыл закрылки убрать но ее прямо у земли уже не хочет стараюсь не футернуть у него стрелка насколько я помню нету так что можешь спокойно вообще без проблем и у 42 года должен быть нет 42 нету а там 42 да 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 нету его и я только захожу это так это ну ладно давай тогда дуем на базу дозаправляемся и так далее да и все авиацию поменять потому что у меня обзора нет нифига так не могу летать тяжело очень а че у нас двухсот не взлетает он не может что ли а он ждет пока я подкрепление введу я могу только два раза ввести подкрепление поэтому я жду пока кого то еще из нас собьют я взлетаю давай работай хотя наверно я думаю может и правда ввести его чтобы помочь блин к сожалению мессер не стабилизируется то есть пусть он летит тогда у них там на тром так мавер байкера мы им всю авиацию сбили а ты не посмотри на кого то сбил какой никуда байкер на связи еще раз повторяю мавер байкера и мы сбили всю авиацию противника они или мы мы сбили их как вы могли так мы штука начали ну извини у них еще одно подкрепление есть так что сейчас еще может еще придут а понял мы идем на базу дозаправиться штука продолжает спокойно работать принято мы тоже отходим на перезаправку и подкрепление вот дарт бот ты уже взлетел да я уже туда лечу сможешь стабилизироваться и сказать Яну чтоб он штуку взял и тоже взлетал а то место просто хер стабилизируется а то место просто хер стабилизируется а катала ты там не падаешь я это захожу на танку и посмотреть может пацанам помочь разведке да не лучше давай на базу и по БК сейчас у них еще одно подкрепление будет нам нужно будет еще разочистить небо бомбочка да наверное лучше здесь полетать сейчас да возьми бомбу а я так же по истребительству по прикрываю власти я ему скажу принял слушаю бери штуку и давай первое подкрепление это один принял ну ты понял в общем убивай что сможешь желательно недружественно воздух мы второй раз им разбили да я все это видел я видел вы получается три самолета сбили соответственно у них воздуха сейчас нет можно спокойно бомбить танки да? да но они могут еще один раз ввести подкрепление сейчас авиационное это не один раз ввели теперь не второй раз есть возможность пока я слежу через стаб тех кого сбили мы они еще и двухсотый двухсотый супер если они уводят в крепление у них три самолета было три самолета сбили а там еще танки два самолета сбили так они отреспились имейте ввиду если видите контакт на востоке сразу драпать мы сейчас быстренько дозаправимся с каталой и вернемся у них должно быть по идее три по три и значит девять самолетов пять сбитых четыре осталось нет факт подкрепления идет понимаешь они могут только раз подкрепление ввести то есть два раза подкрепление то есть неважно сколько сбито ты все равно вводишь подкрепление то есть три самолета их было изначально два раз подкрепление и еще шесть самолетов нет, не по количеству самолетов а по факту призыва подкрепления то есть вот я сейчас потратил одно подкрепление на Яну у меня осталось еще одно подкрепление не важно на какое количество самолетов ты будешь подкрепления один или три вводить именно само подкрепление те кто живые не считаются да я тоже там даже 50% не влияет Там именно сам факт подкрепления. Если что, имейте в виду, у вас сейчас на восток противник. Возможно, они сейчас будут бояться взлетать. Немного потянут время. Внимательно, в общем. Если обнаружили дра пойти, дохнуть не надо. Внимательно, в общем. Я над танковой картой. Хорошо. Ты будешь садиться, держись правее, я правее буду держаться. Принял. Держись правее. Это на самом деле взлетка длинная, мы там здесь остановимся. А КВИ по факту обязаны 5 минут сейчас посидеть на аэродроме, да? Я так понял, просто берем тот же самолет заново. Дарк, ты сейчас с высоты пикируешь или нет? Нет, я пытаюсь сначала найти, куда пикировать. Ну, ты на высоте, там метров 500, да? Байкер на селе. Так, джентльмены, вы в воздухе? На земле где как? Истребители на земле, штуки подлетают, противник отрезался второй раз. Истребители пополняют БК. Мы сейчас тоже пополняем БК, пополняем технику, выходим в бой. Нам нужно занять точку А. Пока особых идей нету, поэтому воздух так же действует по плану. Желательно, конечно, господство в воздухе, когда сверху никто не атакует, так приятно играть. Ну, мы постараемся. Да, приоритет, ну, штука-то. У вас там сыр-то, что-то вправляет. Сыр-то вообще молодец. Так, буквально, ребят, 3 минуты, кому нужно перекур. Где-то через 3-5 минут уже дам команду общей, мы танки поедем, я сообщу. Ну, нам тогда, получается, желательно в районе точки А зачистить штуками. Ну, мы не знаем, что там будет, видишь, по идее, да? Но приоритет, это воздух, конечно. Если воздух будет защищен, все остальное, думаю, мы сделаем. Но у нас 2 штуки в небе и 2 истребителя будут. Обратите внимание, у противника есть тяжелые танки, которые мы, в принципе, взять ничем толком на земле не можем. Только если в упор подъедем, чего не получится. Их еще не убили, да? Поэтому, желательно, да, штуки приберечь вот на удаличке. Я бы найди сначала, ни одного танка найти не могу. А мы начнем выпить, увидишь, там будет много воплей. В общем, сообщим, я поджелаю.